Представитель страны-агрессора в ООН Василий Небензе пытался сорвать выступление президента Украины Владимира Зеленского на совбезе. Его возмутило то, что он выступал первым, сразу после генсекретаря ООН Антонио Гутерреша. Хотели бы вас спросить, на каком основании вы предлагаете дать президенту Украины Владимиру Зеленскому слово до того, как выступит члены совета? Председательствующий на совбезе премьер-министр Албании Эдди Рама жестко ответил представителю страны-агрессора. «Хочу заверить наших российских коллег и всех присутствующих, что это не специальная операция албанского председательства, а продолжение давней и устоявшейся практики совета. И поэтому сегодняшний порядок полностью соответствует порядку работы совета». В общей сложности Небензе четыре раза просил слово, стараясь не допустить выступления Зеленского. Но албанский премьер стоял на своем. Он предложил решение возникшей проблемы, чтобы удовлетворить недовольство Небензе. «Есть решение, если вы согласитесь. Вы прекращаете войну, и президент Зеленский не будет выступать». В свою очередь Владимир Зеленский не стал слушать очередные высказывания российского главы МИД Сергея Лаврова и покинул заседание ООН. Накануне президент Украины выступал перед Генеральной Ассамблеей ООН и призвал к ядерному разоружению России. Также Зеленский призвал государство присоединиться к подготовке саммита по предложенной Украиной формуле мира. Субтитры создавал DimaTorzok